есть разный состав библии только канонические и с книгами не каноническими такие сирок соломон и другие да и в для для православной библии есть так называемый второканонические книги давид как вы назвали сирах премудрости соломона юди и книги маковейские по моему там же еще есть еще какие-то вставки книги даниила и так далее если мы возьмем эфиопский канон то что есть у эфиопских христиан там вы найдете и книгу еноха и еще 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 целую кучу книг эфиопии в этом плане такие прижимистые товарищи были они все что попало тянули в канон конечно же у книги бенсеры или у книги премудрости соломона есть ценность это полезная мудрая книга у книги иудит из ценность хорошая историческая книга маковеи хорошие исторически полезные для чтения книги считать ли их при этом слово божие мы считаем второканоническими то есть книга так скажем для внеклассного чтения воспринимать все что там написано сто процентов истиной не стоит но для чтения почему бы не почитать полезно что там написано